МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как найти свое счастье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня за нашу невесту будут бороться мстительный мечтатель Александр, безнадежный романтик Александр и воспитанный бунтарь Дмитрий. А невеста у нас Диана. Давайте посмотрим. Диана, 22 года. Потенциальных женихов оценивала по их кошельку. Но все они оказывались для нее недостаточно богатыми. Хранит невинность для самого достойного. Диана, юрист, сейчас не работает. Мечтает открыть юридическую контору и побывать во Франции. Диана призналась, что внешность избранника не имеет для нее значения. Главное, чтобы он был состоятельным и успешным. Все кандидаты на ее сердце должны быть одобрены ее разборчивой бабушкой. Давайте встретим Диану. Мы вас ждем. Лариса, здравствуйте. Я очень люблю вашу программу. Спасибо, очень приятно. Спасибо, приятное начало программы. Ничего, так и раз. Ну да, да, да. С цветами подготовилась, смотри. Хорошо. Молодец. Расскажите о себе. Вам 22 года. Мне будет 22 года, 26 мая, на самом деле. Я не замужем, не была ни разу. Детей у меня тоже нет. Серьезных отношений, как таковых, наверное, тоже не было. Ни с кем не сожительствовало, можно так сказать. Было очень много знакомых молодых людей. Но в основном это были какие-либо такие краткосрочные взаимоотношения. То есть пару свиданий, то есть в таком формате были. Был молодой человек, с которым, наверное, самое большое встречалось около пяти месяцев. Но это было 10 встреч, может быть, так вот от силы. Всего пять месяцев? Пять месяцев. Вообще не вариант. Вы знаете, мне приятно, что вы девушка невинная. Я считаю, это действительно добродетель. И нужно найти того человека, который оценит это. А почему же не складывалось у вас? Ну, наверное, у меня очень много требований. А перечислите, пожалуйста. Для меня очень важно, что мужчина был щедрым. То есть это первое основополагающее в нем. Да, да, да. Я очень щедрый. Я щедрый. Я щедрый, я щедрый, конечно. Чтобы он был не глуп, чтобы у него было чувство юмора, чтобы мужчина был перспективным. И если до 30 лет я вижу в нем эту перспективу, все очень замечательно. Но если после 30 лет он ничего в этой жизни не добился, на мой взгляд, он ничего и не добился. Вот, все. Уже не попадаю. Скажите, а щедрый это какой? Это который достаточно или который все отдает? Который для своей любимой женщины готов многое сделать. Вот посмотрите, у одного денег много, и он вам дарит букет роз, а другой на последние деньги покупает такой же букет роз для вас. И кто из них более щедрый? Второй. А вам кто нужен? Первый, второй. Результат один и тот же. Оба дарят букеты роз. Да, оба дарят, но тот, который готов для меня отдать что-то, может быть, последнее, сделать неприятно, это очень ценно. А вы, в свою очередь, что для него готовы отдать последнее? Я готова поддерживать своего мужчину будущего, который во всем помогает. Я готова готовить, убирать, стирать. То есть мой мужчина должен быть самым лучшим. То есть у меня такая позиция. Молодец. Вы хотите работать после того, как выйдете замуж? Да, конечно. Я еще сейчас работаю. Я работаю с 18 лет. Для меня это очень важно, потому что для меня это моя самореализация. У вас было несколько парней, ну, я даже романами это назвать не могу, с которыми вы прощались после того, как вам казалось, что они были недостаточно к вам внимательны. Вот расскажите, так, коротенько. Мужчине было 40 лет, но он очень хорошо выглядел. Мы с ним познакомились в клубе. Сначала был шикарный букет лилии, потом там цветы еще какие-то, розы, потом один цветочек. Я уже прихожу домой и говорю маме то, что, наверное, в следующий раз не будет ничего. Но как-то я интуитивно чувствовала. Мы встречались, там, меня приглашал в ресторан. Ну, как бы, мне приятнее сходить в театр, поверьте, на концерт и привести как-то культурно вечер. Ну, вы ему сказали об этом? Я ему сказала прямым текстом. И, в общем-то, он сам проявил инициативу сходить со мной на концерт, неважно кого. Вот, но словами все дело и закончилось. Я это не люблю просто. Ой, на концерт. Вот, сегодня, да, на концерт и канал. А в других случаях тоже заканчивалось все как-то у вас очень скоренько. Как-то вы делаете быстро выводы? Ну, вот да, так получается. Ну, вы знаете, вот был молодой человек. Мы познакомились через мою знакомую взрослую, это был ее племянник. Но он меня рассматривал как он искал будущую себе жену, потому что ему было 30 лет где-то, и он был осетин, он не был никогда женат. И, естественно, ему это уже подпирало, то есть надо было. И, наверное, он во мне видел такую тихую, смирную, спокойную девушку, которая будет его такой будущей женой. Но я такой не являюсь. И я достаточно строптива, и мне это не по мне. Мне кажется, она хочет богатого принца, который еще будет к ней относиться как к принцессе. Но это какие-то немножко нереальные мечты. А вот мне вот, бабушка, интересно, скажите, пожалуйста, вот вы своей внучке при выборе мужа какую самую главную добродетель мужскую вот внушаете? Чтобы было взаимное уважение между ними, чтобы она могла своему мужу помогать в достижении каких-то его целей. И сама, чтобы стремилась расти. Скажите, а вот мужское уважение это что? Это когда мы сидим, выпиваем, и он мне говорит, я тебя уважаю. Нет. Вот что такое уважение мужчины к женщине? Отношения, конечно, должны быть именно моральные отношения, чтобы он уважал ее как женщину, не позволял себе грубости даже в разговорной речи. Бабушка интересная такая. Бабушка, смотри, крашеная, 70 лет, да? То есть она такая тоже, сгодренько, да? Мне кажется, мама, ну, следи за собой, да, бодрится. Скажите, пожалуйста, доходы вашего мужа должны быть под контролем у вас? Или он будет достаточно вам давать на то, чтобы обеспечивать вас, там, детей, не знаю, на хозяйство и так далее? Или он должен быть прозрачен во всем? Нет, ни в коем случае не прозрачен во всем, потому что я хочу, чтобы когда он меня приглашал в ресторан, он платил из своих денег, а не из наших общих. А как это? Ну, понимаете, как бы, зачем я буду считать его деньги, когда он меня приглашает в ресторан? Дети не нужны, они нужны бабки, да? Нет, ну, у нас какая-то... Я говорил, тебе нужна декабристка, а она не декабристка уже изначально. Я все поняла про вас, то, что мне нужно. Мне тоже, на самом деле, все абсолютно понятно. Мне очень забавна сегодняшняя программа, очень интересно, потому что все сегодня присутствующие люди достаточно легкие, стихия воздуха одна сплошная, и вы, и все женихи. Весы двое, две чаши, и близнецы двое. Да не лезь в дебри. Вы, я бы сказала, все сейчас находитесь на пороге больших изменений в своей жизни, которые вас полностью перевернут. Из этого фильма вы выйдете совсем другими. А сейчас, пока вы веселы, вы только начинаете все, можно сказать, эту жизнь, каждый по-своему. Бодры, веселы. Лагерь наша большая семья. Дианочка, вы молодая девушка. Я очень хочу, чтобы вы были счастливой женой и счастливой матерью. У меня единственный к вам совет. Вот если у вас начнут с кем-то отношения складываться, единственное, вот, мне кажется, ваша проблема, не торопите события и не делайте скороспелых выводов о мужчине. Дайте мужчине к вам привыкнуть, раскрыться и прилипнуть к вам. Понимаете, да? Дайте ему эту возможность. Не пугайте. Хорошо? Ну и счастливо. Спасибо. У меня некоторые противоречия сейчас в душе, потому что я понимаю, что вы, несмотря на все свои качества, на все свои достоинства, рискуете, к сожалению, я вижу это в вашем гороскопе, очень сильно обмануться. Вот мне кажется, что сейчас нужно не идти за велением сердца, а все-таки подключить голову. Может быть, даже здорово, что ваша бабушка сейчас здесь, и она поможет вам. И в связи с этим последний к вам совет. А вам 22 года, не слушайте больше бабушку. Ну еще маму можете, потому что она ближе к вам. Я уже не слушала, ну что? А уже бабушкины советы оставьте. Пожалуйста, знакомьтесь с первым мужчиной. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Вы очень красивая девушка. Спасибо большое. Я просто... Спасибо. Мне кажется, это такой студент какой-то, такой вот он... Это не герой ее романа, однозначно. С кем вы пришли, Александр? А, я пришел с своим другом Константином и своей подругой Анной. Очень приятно. Остальное узнаем из ролика. Давайте посмотрим на экран. Александр, 28 лет. После разочарования в любви, решил мстить всему женскому полу, влюблять в себя девушек и бросать их. У Александра два высших образования. Работает директором картин, но считает, что до сих пор не нашел себя в профессии. Хочет стать хозяином киноиндустрии, чтобы сниматься в главных ролях. Александр увидел в Диане свою музу, которую он готов показать Париж. Ой, Александр, расскажите о своей тяжелой судьбинушке. Кто же женщин вам так насолил? Ну, у меня как-то в жизни так получалось, что я вечно влюблялся в очень красивых девушек. Очень там... Оригинал. Удивительно, редко бывает. Ну, нет, ну, вы не скажите, бывает разное. Ну, и обычно у меня все это очень печально заканчивалось. Как печально? Они умирали у вас на груди, я не знаю. Ну, некоторые... Превращались в гадюк. Да нет, некоторым, конечно, я желал бы потом смерти, но... А что же это, что за проступки такие были совершены? Ну, просто на самом деле, как я человек такой романтичный, и вот я как бы верю в настоящую чистую любовь, я как бы, когда люблю человека, я отдаюсь ему полностью. И я совершенно не мыслю, что как бывает у человека, может быть, кто-то другой. И... Изменщицы были? К сожалению, да, встречались. А как узнавали? Ну, там были такие детективные истории с преследованием на машинах. Ох, бог. Да, там... Ну, выяснялось все, естественно, потому что... Все равно, что все явное становится ранее поздно. Ну, печальная история. Ну, естественно. Печальная история, это противно на самом деле. По-моему, все видно, все понятно. Отчислен. Александр, а в каких девушек-то влюблялись? На самом деле, для меня может влюбиться какая-то малость. Мы с друзьями сидели в компанию, вот, ну и тосты говорили. И я сказал тост по Булгакову из Мастера Маргариты. Кто сказал, что нет на свете настоящей верной и вечной любви? Да, отрежу лжецу его гнусный язык. Мне кажется, он может заплакать даже. Такой вот он... Думаю. Очень чувствительный, мне кажется, парень. Я сказал тост, а девушка, она тут же сказала, что это из Мастера Маргариты. Я просто как... Мне сразу внимание обратил. Она была манекенщицей при этом. И вас поразило, что она не только красива, но еще и книжки читает. Да? Желтых цветов в руках не держала? Нет. Она дарила мне красный, когда я лежал в больнице. Чем закончилась вот эта история? Когда вы лежали в больнице, она на вас навещала? Ну да, это была такая история. Просто я как бы отбил ее у своего друга. Вот. И потом мы спустя полгода где-то с ним встретились. И он начал всячески ее оскорблять. Я, естественно, как мужчина не смог это наблюдать. Ну, посмотрите, она была неверна вашему другу, потому что к вам как бы метнулась. А почему она должна быть верна вам? Ну, он был не такой друг, чтобы как бы пережать из-за этого. Правильно. Если тебе нравится жена друга, значит, он тебе больше не друг. Нет, нет. Скажите, пожалуйста, Александр, вы пока так шифруетесь и не раскрываетесь. Расскажите самую большую обиду, вот кому вы смерти-то желаете? Да нет, ну, в большом счете, как бы, как сказал Патрик Зюзкин, что время сметает все. С прошественным временем все, конечно, все это злость, все это убирается. Первоначально, естественно, очень было больно. Такая ненависть, хотелось что-нибудь сделать, там, гадкое. А не мстительные вы, нет? Да нет. А сами-то вы верный человек, Александр? Ну, если я люблю, то да. То есть, пожалеете меня такое, да, весь? Ну, не уверен просто, парень. У вас еще есть какая-то мечта, вот, которой вы холите и лелеете, и к ней стремитесь? Вот семью, если вы пришли на программу, которая называется «Давай поженимся», вот как вы представляете себе семью через 10 лет? Нет, ну, просто, понимаете, вот, дело в том, что, как бы, я объясню, почему я сюда пришел. Вот, и, как бы, у меня, вот, были очень серьезные разочарования, там, вот. И, как бы, я, вот, для себя зарекся, вот, несколько лет назад, что больше все, не влюбляюсь, все, никаких отношений. Сейчас, как бы, я уже, вся перерос в этом плане, вот, и мне уже хочется, вот, реально, Влюбиться. Ну, да, хотелось бы. Посмотрите, Диана невинная девушка, у нее нет длитель, опыта длительных отношений и так далее. А это же такая ответственность, вы представляете, если вы станете разочарованием ее жизни? Вы в каком плане имеете в виду, в сексуальном или... Сразу в ЗАГС. Какой сексуальный? ЗАГС сначала, а потом уже. Милый, ты что? Вот, то, что не обещаете деве юной, это вот про Диана. Не, парень подходит стопу, ну, феалу, прям, да. А это девочки более важные. Покажите сюрприз, который приготовили. Диана, еще раз повторюсь, вы очень красивы. Спасибо. Я бы вам хотел такое подарить Деадему. Деадему. Так. Наверное, надо вот так еще. Здорово. Идет? Вы королева. Молодец. Круто. По-моему, она даже на ней ни чуть-чуть не подходит, нет? Он сам сделал это. Да ладно, хорошо. Я тебе говорю сам, ну а как, это сюрпризы своими руками. Как приложение к подарку я бы хотел прочитать свое стихотворение. К сожалению, оно пока написано не вам. Зачем же тогда читать? Чтобы вы оценили его талант, да? Да. Какая? Ну, в будущем я бы надеялся, что вы бы стали той женщиной, для которой, только для которой бы я писал стихи. Я возьму вас за руки. Он такой, ты знаешь, образ Пьеро. Да, да. Мальвин, я люблю тебя. Побудь со мной, Мальвин. За окном все белым бело, за окном один только снег, все дороги дома замело, а тебя со мной рядом нет. Я смотрю, что глухое стекло, хочу там увидеть тебя. У меня есть в квартире тепло. Приходи, обогрей и любя. Я мечтаю, как дверь отворишь, как войдешь и обнимешь меня. Ну, романтик. Ну, конечно, понятно, да. Романтик. Ой, ну все, это уже невозможно. Все, это окончательно. Нет любви, не осталось страсти, тебя вообще больше нет. Фотокарточки руя на части и кидаю обрывки в снег. Спасибо. Пожалуйста, ждите комнату в своей. Все найдемки. АПЛОДИСМЕНТЫ Алевтина Семеновна, Ирина, как вам? Мне понравился молодой человек. Мне кажется, что у него есть творческий действительно потенциал. И, наверное, мужчина есть еще и то, что представляет из себя женщина. Возможно, что, учитывая его способности и при желании, Диана могла бы из него сделать прекрасного человека. Тебе понравилось? Диана. Нет. Если у нее есть такое желание сделать из этого человека что-то, то, безусловно, она может это сделать. И уверена, что в ее руках может что-то вырасти. Я бы лучше с подругой что-то мутил бы нас на ругере. Вот это, пожалуйста. Очень симпатичный. Что вы скажете? Ну, Александр очень симпатичный молодой человек. Действительно творческая личность. Очень он волновался и смущался. Это было очень заметно. Не знаю, в связи с тем, что я ему очень понравилась, или в связи с тем, что здесь камера. Но, в целом, очень приятный молодой человек. Но мне кажется, ты ей не понравился. Я вас рядом не вижу никак, потому что вы эгоистично будете требовать внимания к себе, а он, в свою очередь, к себе. Не уверена, что он будет уверен вам в течение какого-то времени. Я думаю, что ему нужно нагуляться, перебеситься, начать уважать женщин. То есть еще с кем-то повстречаться. Женщины должны реабилитировать себя в его глазах. Но точно не сейчас и не с вами, потому что нервов помотает столько, что, не дай бог. Но это от нее зависит, будешь ли ты ей верен или нет. Сбалована ребенок, а я считаю, что истина, которая сказала одна из великих женщин, что это иллюзия, что женщина думает, что она из шалопа сделает хорошего человека, вряд ли. Никому не удалось, вам это тоже не удастся. Поэтому пусть живет без вас. Василиса. Мне все равно, какой внешности мужчина, какой он профессии, но удивительное отсутствие внутренней динамики. Отвечал на вопросы невнятно, уходя от них, ничего конкретного. Потому что врунишка. Поэтому такая пластика, потому что 99,9 из того, что сегодня... Да, и я думаю, что не за что его жалеть. Ты говоришь, женщины по нем прошлись. Я думаю, что еще выяснить, кто по ком прошелся. Мне кажется, одного кандидата уже все исключили. У нас соперников меньше. Мы познакомили нашу невесту с первым женихом. Совсем скоро ее ждут новые встречи. В эфире «Давай поженимся». Это программа о том, как найти вторую половинку на студии Дианы. Я предлагаю вам пойти знакомиться с вторым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. В реальность это оказалось все гораздо интереснее, чем вы мне говорили. То есть все здорово. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь вышел мужик. Он такой мачо, мачо. Мачо, мачо. Да, он такой, смотри. Здравствуйте, Александр. С кем вы пришли? Я пришел с своими друзьями, Мишей и Наташей. Хорошо. Ну, чтобы получше вас узнать, давайте посмотрим на экран. Александр. 30 лет. С одной возлюбленный был чересчур терпелив, а с другой – чрезмерно неистов. Но ни с одной не сохранил отношения. Александр – владелец строительной компании и автосервиса. Увлекается боксом и ищет клады. Мечтает жить с любимой на Карибских островах. Александру импонируют жены декабристов. Он надеется, что Диана способна на такое же самопожертвование. Клево. Жена декабриста на Карибские острова. Неплохо. Почему Нибирь? Конечно. А как вам кажется, вот вы посмотрели из своей комнаты на Диану, а кто Диане-то нужен? Принц прекрасный? Муж целевый. Или царь с полцарством в придаче? Я думаю, нужен какой-то нормальный, серьезный, самоуверенный молодой человек, который может как-то поставить на место и дать как-то спокойствие этому человеку, чтобы она как-то перестала думать и в поиске какие-то должны быть. Послушайте, вы 30-летний мужчина, у вас должен быть богатый опыт, любовный. Женаты не были? Не был. Дедок нет на стороне? Нет, нет. Хотите жениться? Да, уже, наверное, год полтора у меня мысли о детях и о жене. Да, это действительно правда. Он уже долгое время говорит о том, что действительно он ищет и действительно он этого хочет. Скажите, пожалуйста, вы взрослый человек, и только не лукавьте. У каждого взрослого мужчины уже есть такие тесты, проверочки, его это женщина или нет. Буквально первое-второе свидание. Да, есть. С прищуром такой, да? Да, 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 с прищуром. Он же боксом занимается. Он же такой, опа, слева, справа. Крепкий, товарищ, такой опасный. Просто мне как бы самое главное для меня это общение с человеком. Вот что отталкивает? У меня ничего никогда не отталкивает. Женщина? Ну, женщины все красивы в своем любом. Нет такого, что она там была некрасивой. Мне кажется, такой чувак, он знаешь, на дискотеках танцует обычно. Что такое? Знаешь, приезжает, наверное, такие дискотечки там. Давай, зло, с борсеткой там. С борсеткой? А может, и нет, да? Александр, вот самую яркую историю, поскольку вы не были женаты, но у вас же были отношения длительные, расскажите. Ну, самая яркая история, это у меня, когда познакомился с моделью, с девочкой, с одной очень красивой фотографом, там, у одного товарища, и произошла страсть. Я понял, что такое страсть. То есть разделила любовь и страсть. То есть когда ты любишь человека, это надолго, да? А тут все произошло за неделю буквально, какой-то процесс, и мы сгорели там за месяца два. Саня, у нее вообще счастья нет никакого. Она, видишь, уже она думает о чем-то. Вы увлекаетесь кладоискательством? Да. Ну, вот, предположим, вы нашли клад, огромную сумму денег. Как распорядитесь? Три детских дома, и остальные деньги будут тратить на себя. Допустим, вы выходите замуж за Александра, и он на самом деле находит клад, огромную сумму. Как вы считаете, вы должны участвовать в распределении вот этого самого бюджета? Только честно. Если мы муж и жена, то я думаю, что да, я не против, что три детских дома будут участвовать в этом распределении совсем. Но какую-то часть вместе... А вы на что потратите? Вот ту часть, которую вам Александр подарит. В зависимости от того, что я буду иметь на тот момент. Десять тысяч рублей. А пусть он нам лучше десять тысяч рублей подарит. Ну, я думаю, что на себя какую-то часть однозначно. Вот, возможно, еще на что-то общее, там, в дом. Я точно такая, мне надо что-то. А если все на три детских дома? Все на три детских дома? Но, опять же, если на тот момент я не буду нуждаться ни в чем, пожалуйста, на три детских дома. Если мне что-то необходимо будет, то можно и не на три детских дома, а на два. А лучше вообще не надо. Спасибо, покажите сюрприз, пожалуйста. Хорошо. Диан, я думаю, надо проверить твою как бы удачливость, да? Здесь есть такой фокус, так как у меня родственники-фокусники профессиональные. Посмотри, вот этот мешочек, да, там в нем куча всяких вот этих штук лежит. Да, то есть можно вытащить и посмотреть. И в каждой лежит там какая-то определенная записка. Сейчас мы проверим. Там есть один как бы подарок маленький. Мы подумаем, угадает она его или не угадает. Сейчас закрою руками глаза и попробую засунет за руку и вытащить. Ага, давай. С придумкой. Опять же, с фокусом каким-то, знаешь, какая-то такая подковырочка легкая. Вытаскивай одну, этот бери. О, молодец. Теперь открывай, посмотрим, что там. Смотрим, она вообще испугалась, кажется. Что за фигня? Что там? Ну там Панава выиграл два билета в кино. Ирония любви, по-моему, называется, да? Да, ирония любви. Этого два билета завтра там будет сеанс, и мы можем, в принципе, сходить посмотреть. Китайское предсказание. Она выиграла два билета в кино. Вот все. Да, можно посмотреть, что здесь было. А то подумаешь, что там все было кино, а кино было. А я тут еще шарик вам чем-нибудь сделаю. А то есть я, типа, удачливая? Да. Вот это помню. Не было ничего, да? Да. То есть ты выиграла, можно сказать, только несколько билет. Удача, оказывается, есть. Молекулы ДНК. Нет, не молекулы ДНК, это раз, два, четыре, пять. Подожди, подожди, смотри, что он делает. О! Уделила парню тебе, молодец. Ну-ка, ну-ка, что съедите? Это вот сердце, правда, немножко кривовато, держи. Но оно в целом одна большая, а часть другая поменьше. Спасибо вам большое. Вы можете посмотреть на нас из твоей комнаты, поболтать, посплетничать. Пожалуйста, проходите. Не успел, а сердце мне влезет. Наталья, присаживайся. Мне кажется, все прошло великолепно. Ты думаешь? Ну, как тебе? Я думаю, что сердце мне, по-моему, немножко не получилось. Мне кажется, ты произвел вообще полный эффект. Алифтин Семеновна, вам понравился жених? Ну, приятный молодой человек, состоявшийся, конечно, в работе своей. Но мне кажется, что характер у него все-таки довольно такой, ну, жесткий. Ну, мне понравилось, на самом деле. Она так спокойно реагировала. Да, она вообще очень спокойная, очень уверенная в себе. Что вы скажете, Ирина? Думаю, что Александр действительно человек, у которого есть позиция жизненная. Для Дианы, поскольку она тоже достаточно с твердым характером, это немаловажно. И если в самом начале, как он сказал, что ей нужен человек, который бы мог взять ее в руки и в правильном русле направить, если он сможет таким человеком быть и хватит у него на это возможности, потенциала, то я думаю, что это будет хорошая пара. Подружка мне нравится больше, понравилась. Я, конечно, подружке бы сердце подарил. Мне не очень было понятно, что его смутило мое высказывание про щедрость мужскую. Я не понимаю, то есть, какую корысть он хотел во мне найти, нашел ли. Просто некоторые ищут излишнюю щедрость в людях. Нет, просто не надо делать такой акцент на этом. А вы способны быть женой вот той самой, тем образом, декабристки? Нет, я думаю, что нет. Нет. Потому что на самом деле мужчина, который говорит о этом, он говорит о женщине, которая служит мужу. Служит, значит, помогает. Конечно, вы не пойдете и не будете это делать. Вообще мне плохо понять, зачем он вам нужен, этот мужчина. Только пока ваши капризы выполняют. Ей нужен спонсор. Есть спонсор, да. Хороший, хороший, такой серьезный. Вы слышите? Есть специальный раздел астрологии, который был посвящен кладоискательству. Потому что раньше это было распространенное дело. Есть специальные байки, такие астрологические, в том числе, которые говорят, что по некоторым представлениям клад живой, что он обладает своей сущностью и способен кладоискать или водить кругами. Вот у него отношения с женщинами такие же, как с его кладами. Он стремится к тем дамам, которые убегают от него. И если женщина будет страстной, вы любите полностью отдаваться, он, к сожалению, будет бегать от нее. Действительно, человек в страсте. И эти страсти он ощущает только в преодолении трудностей. Если вы хотите ему эти трудности создавать, мне кажется, вы можете. То почему нет? Хороший выбор. Через несколько минут Диана встретится с третьим женихом. И мы, наконец, узнаем, кого из них она выберет. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай пошенимся». Сегодня мы ищем пару Диани. И я предлагаю вам познакомиться с третьим женихом. Привет. А вот и я. Очень приятно. Очень приятно. Он намного более симпатичный, чем предыдущий. Нет, но то, что предыдущий, то, что он симпатичнее, это 100%. Давайте узнаем вас поближе. Посмотрим на экран. Давайте. Дмитрий 35 лет. Первая любовь закончилась свадьбой. Но когда жена поставила его перед выбором рок или она, выбрал музыку. Дмитрий работает звукорежиссером, хотя по образованию историк. Пишет музыку и тексты для своей рок-группы и мечтает, что о ней услышат миллионы. Дмитрий надеется, что Диана сможет согреть его сердце, и тогда он посвятит ей свои лучшие песни. Дмитрий, ну как вас угораздило жениться так рано, в 22 года? Считайте, рано, да. Я тоже так думаю. Ну, так получилось. Первая любовь, чувства. Играли, немножко переполнили душу. Может быть, даже кто-то не понимал в этой жизни. А родители не отговаривали? Отговаривали. Честно скажу, отговаривали. А девушка была ровесницей? Нет, она была старше на два года. Вот как. Да. Ну, понятно. И сколько прожили вместе? Пять лет. Я музыкант. Я не бреюсь. Нет, у меня шпатель. Что такое шпатель? Шпатель – это бородка. Ее называют вот такая бородка у альтернативных музыкантов. Ее называют шпатель. Кто предложил расстаться? Ну, инициатором, в принципе, выступил я. Ущемляла, не давала времени на себя? Нет, она была отличная домохозяйка, она была замечательная жена. Просто мы не сошлись во взглядах и интересах. Ей нужна была какая-то размеренная, спокойная жизнь. Да, да, да. Вы же по образованию историк. Он в возрасте уходит на покой. Ну, за исключением, да. Я просто хотел за Диму, за нашего, сказать, как бы. Это вот человек, такой человек, Дмитрий, он очень работящий. Это просто невозможно. У него как будто шило, знаете, в одном месте. Он все время крутится. У него всегда куча работы. Не в холостую? Не в холостую. Постоянно какие-то... То есть крутится, это приносит доход, да? Да, это приносит нормальный доход. Потому что девушка у нас не просто, если будет крутиться, да. Мне понятия о приносящем доходе, мне кажется, у них тоже разные. То, что для него доход... Это аренда гаража, например, да. Скажите, Дмитрий, а сколько времени посвящаете своему увлечению этому музыкальному? По возможности, ну, свободное время. То есть, и когда вдохновение, это все-таки идет немножко отсюда, и поэтому... То есть, ночью встали и давай. Ну, если вдруг навеет, можно и ночью, но, знаете, такого не было, на самом деле. Ночью я сплю. А вам можно, чтобы ваша жена разделяла ваши увлечения? Конечно, если она не будет понимать меня, то как мы найдем общий язык, и сможем вообще общаться? В том-то и дело, у себя была загвоздка в моем, грубо говоря, браке, что она не разделяла моих увлечений, она этого не понимала. То есть, я понимал ее интересы, взгляды. Я, то есть, ну, не был ничего против того, что она делала, и чем она хотела жить там. Вы ревнивая? Я собственница. Собственница, да? Да. Представляете, приходите на концерт, там куча поклонниц. А вы должны будете контролировать? Вот вы заходите в гримерную, а там сидят девчонки. Конечно, сидят. А почему они там сидят? А почему они там сидят? Не бывает, потому что рок-н-ролл и так далее, понимаешь, да, что рядом. Нет, ну, я думаю, если она окунется во всю эту стихию и посмотрит, она поймет, что это всего лишь, но... Присоединюсь, типа. Это, ну, не то, что присоединится. Может быть, да, может быть, вам это и понравится, вы будете тоже в тусовке. Бабушка, там слушаете? Говорит-то. Я же посоветовала Диане уже бабушку больше не слушать. Бабушка – это самый брутальный человек вот на этой передаче. Бабушка просто супер. Вивен Вест вот вообще просто вот настоящая. Скажите, а вот вы живете, у вас все замечательно, но бабушка приходит утром в обед и вечером, залезает в кастрюле. Нет? Нет. Ни в коем случае. А что она будет в кастрюле делать? Готовить? Готовить? Мы даже живем отдельно. Да? Конечно. Не будет такого контроля, товарищи? А где вы живете отдельно? С мамой я живу. А, с мамой живу. Тогда мама будет. Вот уже не будет контролировать снег. Нет? Меня вообще никто не будет контролировать. Митрия, а вы принципиально, вот я так понимаю, что вы к рок-музыке имеете отношение, а представьте, вам супруга говорит, хотела бы сходить на концерт группы, там, какой-нибудь Нана или Филиппа Киркорова. С удовольствием. То есть пойдете, даже не задумываясь? С удовольствием пойду, да. Это творчество, это музыка, она в любом проявлении интересна. Он еще рокер под Халим. На Нана и на Филиппа Киркорова пойдет. То есть вот эти культурные различия, такие иногда принципиальные для некоторых музыкантов, для вас не будут ничего значить? Нет, ничего. Разумный взрослый дядька, да, зачем так все это рассказывать, да. Если человек выходит на сцену, он что-то за собой несет. И мне всегда интересно, как он это делает, по-любому. К тому же, если как вы приводите там, то, что вы привели пример, да, там, ну, из поп-музыки, все равно это профессионалы, на них интересно посмотреть вживую там, и как они работают. Ну, как самого музыканта. Спасибо. А мне интересно посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Пожалуйста. Уважаемая Диана, я приготовил сюрприз со своим музыкальным коллективом, и мы для тебя сейчас целая группа для единственной тебя исполним композицию, которая называется «Счастливое время». Надеюсь, она тебе понравится. Да нет, мне кажется, они талантливые, они в своем роде и для своей планеты. Послушай, 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 что ты знаешь, что они талантливые, может, они сейчас будут скрипеть, как двери. Ну, что зацепляет вас странные люди? Отблеск пожаров, а может, уже на блюде. А почему он-то поет? Он же не жених. Он привел с собой того, кто поет. А почему ты не читал за меня мое стихотворение? Террор междометия отзывчивых судя. Но возможностью дума посредственно струнет. Ну, а вечером сядем, каждый забудет, сомнений, учений с кому-то убудет. Но только не с нас, вкус подвоха почуев, играем умнее, пока не наступит. Счастливое время и снова гнать скуку, да и паверосы в руку просит бройнда хаус. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Огромное вам спасибо. Вам понравилось, Диана? Да. Спасибо. Все. Вы можете идти в свою комнату, скоро узнаете, кого Диана выбрала. АПЛОДИСМЕНТЫ Может, так скомканно, конечно. Ну что, нормально, нормально, не? Ну что, так? Ну да. Молоток все сказал там такой. Чего, я еще играю тоже так, знаешь, чуть-чуть. Нет, я сейчас смотрю. Ну что, нормально, я думаю, посмотрим. Алифтина Семеновна, Ирина? Ну, как о человеке, конечно, трудно что-либо сказать, так очень приятно и в общении. Диана танцует и поет, и играет на фортепиано. А уж как она споется с ним или нет, я не могу сказать. Нет, ну это крутая тема, да, смотри, прикинь, она поет. То есть, если что, там можно ров-бэнд, там, что подпевала, там, прикинь, звездо из-за. Да, и визуально там все в порядке, так что можно будет, да. Ирина? Думаю, что Дмитрий наиболее вот ее такому духовному состоянию подходит в отношении такой вот позиции. Говорит правильно Алитьевна Семеновна, что она поет, и в этом отношении, я думаю, им будет интересно. Другой вопрос, что если он позволит ей ходить на концерты вместе с ним. Конечно, он даже будет рад. Будет рад, да. То здесь, насколько это может быть такой прям настоящей семьей в этом отношении. То есть вы считаете, что этого для семьи достаточно? Вопрос, будет ли этого достаточно. А ваша? Ну, Дмитрий очень, мне как показалось, очень добродушный молодой человек, такой веселый, жизнерадостный. Я просто не уверена, смогу ли я разделить его увлечения рок-музыкой. Не могу сказать, что это мое. Возможно, и понравится в дальнейшем. Не особо рок, вы слышали же. Ты еще просто не все слышала. Да, ты знаешь, что такое дело. Роза? Ну, вот вы мне представились в виде картинки. Встретилась курочка с соловьем. И курочка с соловьем все рассказывает. Давай по зернышку, давай вот курятничек построим и так далее. А он вам все это счастливое время, счастливое время. Ну, конечно, вы разные просто. Вам курочки на ему соловьиное. Смотри, как он. Никому, никому. Прошло. Мне понравилось. Мне понравилось. У вас 13 лет разница в возрасте? Я не почувствовала этого. Мне показалось, что Дмитрий как-то неадекватно молод, вот если можно так сказать. Ну, мне не показалось. Это, кстати, разница вопиющей. Мне очень понравилось то, какой он живой, какой он веселый. Я могу сказать, что это человек, который отчасти перерос свой гороскоп. Потому что, думаю, что еще несколько лет назад в обычной жизни это был довольно погруженный, иногда подавленный человек. То, что он перед нами был живым, раскрепощенным, веселым, говорит, что у него очень правильный период в жизни. Поэтому я бы советовала к нему серьезно присмотреться. Спасибо. Я люблю тебя. Так все это правда, на самом деле. Что такое позитивное? На подъеме. На подъеме. Жизнь отдалась. Мы вас познакомили с тремя женихами. И сейчас я вот прошу бабушку и вашу подругу посоветовать вам кого-то из них. Мне очень трудно сделать выбор. Сами по себе, конечно, молодые люди неплохие, но с Дианой, по-моему, у них общего очень мало. Я не знаю, кого я посоветовать. Естественно, они мужчины, старшие ее. Ну, единственное, может быть, Дмитрий. Она интересная как женщина. У нее шикарные волосы, красивые руки. И взгляд, ну, какой-то такой немножко настораживающий. Я не знаю, я просто не встречал еще таких. Ну, очень понравилось. Что вы сказали? Думаю, что из всех трех женихов, возможно, Диане будет интересно именно в таком духовном состоянии с Дмитрием. Я так думаю. Очень нормально. Возьми телефончик у нее потом. Конечно, возьми. Там, мне пригласить на концерты, да, по каждому, пообщаться, пообщаться. Ну, а что? Почему бы нет? Пускай не пропадает, да. Если вы хотите получать от жизни удовольствие, ищите мужчину, который умеет зарабатывать деньги. Это Александр. Если вы хотите жить в слазь, в удовольствие, выбирайте Александр Второй, который с автоколонкой. А если хотите жить в удовольствие, конечно, Александра Первого, по крайней мере, там родители помогут. Но будет весело. Ребят, 21 век, можно что угодно. Да, конечно, еще какие-то рамки. Не-не-не, конечно, конечно. Веселись, зарабатывай. Вау. Я, безусловно, за второго Александра. Мне кажется, это тот самый мужчина, которому вы хотите и возраст подходящий, 30 лет. Как мне нравится эта женщина вообще. Это просто... Василиса. Ну, я заглядываю в ваш гороскоп и понимаю, что супруг у вас будет либо доктор, профессиональный врач, либо человек, занимающийся благотворительностью, либо какой-нибудь религиозный деятель. Или что...